На этом видео я хочу продолжить законы молитвы из Аскроловского Сидура. На предыдущем видео мы обсуждали молитву Шахарит, и сегодня мы это закончим, и начнем обсуждать молитву Минха, время этих молитв. Как я уже сказал, это очень сложные законы, и я пытаюсь объяснить, но на самом деле это, конечно, требуется изучать более подробно по Шухонаруху и комментариям к нему. Значит, дальше они объясняют, что не следует молиться Шахарит после третьей дня, то есть после четвертого часа, так сказать, хологического часа, это примерно 10 утра. И, тем не менее, после факта, если человек молится Шахарит после третьей дня, то до полудня это можно сделать. Они почему-то пропустили здесь этот закон, но в английской версии в Аксидуре это есть. Это действительно так, что до полудня можно молиться Шахарит, если не помолился до третьей дня, до четвертого часа, то значит до конца шестого часа, до полудня. И в некоторых синагогах в субботу так и устанавливают расписание, что получается, что молитву Шмона и Среша и Шахарита только начинают молиться уже после четвертого часа. Казалось бы, это только после факта, но в некоторых синагогах так предпочитают делать, чтобы люди, если придут рано, смогли позаниматься Торой и почитать Тегелим, чтобы не сразу начинали молиться, потому что если они помолятся, потом уже после молитвы вряд ли они будут много заниматься Торой в субботу, уже пойдут домой, будут есть, спать и так далее. Во всяком случае, конечно, тогда нужно Шма прочесть вовремя, если мы уже говорили, если читаешь Шма слишком поздно, то нужно прочесть его отдельно, хотя бы без благословений до молитвы. Но тут еще другая проблема, как они правильно пишут, что Шма с благословениями после четвертого часа, по многим мнениям, вообще нельзя говорить. И так Мишнабру расклоняется, и так Шухнаров постановляет. И хотя есть те, кто разрешает до полудня Ибро Хишма говорить, но на это трудно полагаться, если только не особые случаи исключительные. Поэтому вообще-то мнение многих мудрецов, включая Мишнабруру, что если ты знаешь, что Ибро Хишма будут после четвертого часа, то есть так в синагоге, такое расписание, что пока дойдут благословения Ишма, уже будет где-то 10 утра. Да, ну нужно смотреть на календарь, конечно, каждый день в данном городе, когда именно там четвертый час кончается, третий дня кончается. Если вот к этому времени даже Бро Хишмани произнесут, тогда лучше вообще одному молиться и вовремя тогда, чем так. Теперь, есть разные мнения, как мы уже говорили, как считать все эти часы. Мы уже подробно обсуждали, что есть возможность считать часы от восхода до захода, но есть возможность считать часы от рассвета до выхода звезд. И тогда еще встает вопрос, а что считается рассвет и когда именно выходят звезды. Мы говорили, что в основном большинство мнений считают, что это симметрично. Если, например, рассвет, допустим, час-12 минут до восхода, тогда звезды час-12 минут после захода. Но есть, кстати, мнение некоторых сифарских мудрецов, что рассвет считается действительно задолго до восхода, только начало света на востоке, заря, а вот звезды считаются, что выходят пока еще даже относительно светло, не через час чем-то после захода, а через минут 20-30 после захода, ну, в зависимости, опять же, от места и от времени года. И если это так, то тогда получается, что все часы сдвигаются очень сильно, потому что начало дня тогда намного раньше восхода, а конец дня не намного позже захода. Получается, тогда и полдень, казалось бы, будет раньше, чем когда солнце ровно на юге. Но насчет полудня они все равно считают обычный полдень, как правило. А вот насчет всех остальных часов, например, шмай и так далее, эти сифарские авторитеты считают тогда, что все это будет гораздо раньше, чем в большинстве календарей. В общем, есть много, получается, мнений. Сегодня есть разные тоже для мобильных телефонов, apps, как говорится, разные программы, которые показывают времена по разным мнениям. Теперь, насчет послеполудной молитвы Минха. Они пишут, что наши мудрецы придавали особую важность, особое значение этой молитве, поэтому следует приложить большие старания, чтобы произносить ее в надлежащее время. Это ибо молитва пророка Ильяху на горе Кармель, это где современная Хайфа. Там Ильяху когда-то собрал еврейский народ, чтобы убедить их, что только Всевышний единственный Бог, потому что там многие верили в Бааля, поклонялись Итолом. Все это мы читаем в книге Млахим, в книге Царств. Так вот, говорится, что Всевышний ответил ему именно, когда приносилась Минха в храме, в это время приносилась Минха. Казалось бы, при чем здесь Минха? Минха это вообще-то хлебная жертва. Ее приносили и утром, и после полудня. Она вроде не имеет отношения ко второму мутамиду, к второму барашку, который приносили после полудня, больше, чем к первому. Почему утренняя молитва называется Шахарит? Мы понимаем, а слово Шахар, утро, рассвет, да? А вот почему вторая молитва называется Минха? Это же хлебная жертва. Почему не назвать ее просто молитвой после полудня? Тфила Цорайм, например. Так вот, есть несколько ответов. Мне кажется, что Минха очень любима Всевышний, потому что ее обычно приносили бедные люди. Это же хлебная жертва, дешевая. Пару килограмм хлеба. Муки, на самом деле. Просто муки. Не квасной. С другой стороны, есть мнение, почему именно вторая молитва ассоциируется с Минхой. Потому что ее лучше молиться позже, как мы еще увидим, чем раньше. А Минху именно приносили после самого приношения барашка. Поэтому утром, когда лучше молиться рано, молитва установлена сопротив самой жертве, которую приносили тамид. А вот во второй половине дня, когда лучше молиться попозже, тогда сопротив, соответственно, более позднего приношения установили. Сопротив того, что приносит Минху, хлебную, мученую жертву. Между прочим, Руссельский тот упоминает, что вообще вторая молитва нас сопротив Киторит. Киторит еще позже приносили. Это благовония, которые в средней части храма воскуривали, в Хейхале. Как бы там ни было, молитву Минху можно молиться, начиная полчаса после полудня. Опять же, полхалахического часа, конечно. И кончается это время с наступления темноты, они пишут. Но Мишнабрура приводит мнение, что нужно только до захода солнца молиться эту молитву. Поэтому есть разные обычаи разных общин, до какого времени разрешать молиться Минху. И, кстати, другой диспут. Что значит по молиться Минху? Имеется ли в виду начать эту молитву, или нужно всю молитву закончить до этого времени? То же самое относится к Шахарит, до четвертого часа, до третьего дня. Имеется в виду закончить или начать? И что значит повторение Шмонесре? В общем, на практике большинство общин, кто строг с этим, стараются закончить даже молитву Шмонесре до захода солнца. Но уже повторение Шмонесре, уже как получится, если можно, тоже стараются закончить до захода солнца. Но в многих хассийских общинах, особенно вне земли Израиля, обычно действительно до темноты, до выхода звезд разрешить молиться Минху. Поэтому, как они пишут, каждая община следует тем мнениям, которым они следуют. Дальше они объясняют, что по утверждению Талмуда существует два периода времени для произнесения молитвы Минха. Одна называется Минхокдола, а вторая Минхоктана. Минхокдола это то, что мы уже говорили, полчаса после полудня. А вот Минхоктана это последние два с половиной часа дня, то есть три с половиной часа после полудня. Если, например, день ровно полдень будет в 12, а заход солнца в 6, тогда получается, что это начиная с 3.30 дня будет Минхоктана. Вот это то, что мы с вами как раз обсудили уже, что есть некое предпочтение молиться более позднюю Минху. Молиться Минхоктану, что Минху установили ближе к концу дня. Так вот, хотя можно молиться и начиная с полчаса после полудня, но это согласно Шухонаруху, который следует мнению Рамбама, только бедеават после факта или когда очень требуется. А вот Леотхила заранее, априори, человек должен молиться Минхоктана. Есть многие решения, которые считают, что можно и Леотхила молиться Минху Кдолу, то есть сразу полчаса после полудня можно молиться. Они здесь пишут не совсем точно, потому что они пишут, что некоторые общины, следуя мнению автора книги Тур и других, предпочитают первую половину после полуденного времени для молитвы Минха. В смысле, что выглядит из их слов, что по Туру лучше даже молиться Минхоктана, чем Минхоктана. Это не так. Тур не говорит, что лучше так молиться. Он говорит, что это можно ли Атхила, что это не хуже во всяком случае, что молиться можно или Минхоктана, или Минхоктана. Это полное разрешение существует на это. Но лучше ли это? Иногда действительно это лучше по следующим причинам. Если человек, например, собирается кушать, устраивать трапезу с хлебом, или заниматься какими-то своими делами, которые могут в результате затянуться, и он может забыть помолиться Минху, или он куда-то едет. То есть, во всех случаях, когда существует опасность, что он вообще не помолится Минху, тогда лучше, конечно, молиться в первой половине, сразу же полчаса после полудня Минхоктану, и после этого уже нет проблем, если он будет потом заниматься своей работой, или кушать, и так далее. До вечера, во всяком случае. Потом уже перед вечерней молитвой опять будет вопрос, что можно есть, и чем можно заниматься, пока не помолишься. Но, во всяком случае, весь оставшийся после полудня период он сможет заниматься своими делами. Поэтому, если на самом деле есть целый ряд законов, что нельзя делать перед Минхой, когда время Минхи уже наступило. Есть разные диспуты, какая Минха идет речь. Опять же, Минхоктан или Минхокдола. И даже немножко раньше этого времени, полчаса до этого времени, когда скоро наступит Минха, например, большие трапезы устраивать. В общем, на все это есть разные мнения, точно, что запрещено и с какого времени. Поэтому идеал, конечно, в этом плане, если человек быстрее помолится, то тогда он точно уже не сломает ни один из этих законов. Поэтому, может быть, они имели в виду, когда сказали, что некоторые общаются с мнением, что предпочтительно молиться в Минхокдолу. Это, может быть, они имели в виду не потому, что это предпочтительно в принципе. Нет, Минхокдола не лучше, чем Минхоктана, даже по мнению Тура. А просто потому, что таким образом человек выполнит свою заповедь, и у него не возникнет проблем по том, что он, может быть, пропустит Минхокдолу вообще. На самом деле, Рухашул, он цитирует какого-то авторитета, который считал, что даже лучше молиться Минхокдолу. Но это не Тур и не один из известных авторитетов. Основные авторитеты, они вот делятся только на две группы. Те, кто считают как Рамбам, что лучше молиться Минхоктана, и те, кто считают как Тур и Рош и другие, можно немножко найти на эту подсказку в Раши в трактате Таанит тоже, хотя комментатор Кагату Таанит, скорее всего, не Раши, а какой-то другой мудрец. Обычно на месте Раши напечатан кто-то, и там, похоже, из его слов тоже, что Леотхила молится Минхокдолу тоже. Но не иметь в виду, что это лучше, иметь в виду, что это разрешено, нет запрета никакого Леотхила молиться сразу полчаса после полудня, нет преимущества в том, чтобы ждать именно Минхоктану. Но вот Шухонарух приводит мнение Рамбама и не приводит никого другого мнения, поэтому многие мудрецы, и сейчас здесь и Фардим стараются быть этим осторожны, но я уже сказал, что это ведет к негативным следствиям тоже. Потому что если будешь очень уж осторожен, чтобы молиться Минхоктану, то можно вообще так когда-то пропустить Минху или забыть и тому подобное, и потом тогда приходится быть мягким в отношении трапезы до Минхи. На самом деле в книге Орли Цион, Раввен Циона Башауль, тоже приводит, что если человек собирается, например, есть хлеб, то лучше тогда пусть помолится Минхокдолу, чтобы не есть хлеб до Минхиктаны, до молитвы Минхи. Поэтому во многих случаях, если у человека есть причины, то лучше даже для Сифардима молиться, получается, Минхокдолу тогда, чтобы не делать ничего до Минхи, что запрещено. И на этом мы закончим наш урок. И на следующем уроке, я надеюсь, Безратошем подробнее обсудить еще одно время важное, которое называется Плага Минха. И тут тоже, мне кажется, они не совсем точно его определили, и некоторые допущенные неточности, но во всяком случае, это время тоже очень важно и для понимания Арвита, Марева, да, последние молитвы, вечерние молитвы, и для понимания Минхи, как мы увидим, есть важное очень следствие из этого времени Блага Минха. И мы это обсудим Безратошем на следующем видео. Если вам нравится это видео, жмите лайк, и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои сообщения. Субтитры создавал DimaTorzok